доброе утро всем доброе утро коллеги доброе утро девчоночки доброе утро мальчишечки вдруг среди нас есть доброе утро всем подписчикам официального аккаунта компании ингарден рада вас приветствовать настраиваюсь вместе с вами так что немножечко такой у нас рабочий момент происходит одновременно доброе утро это подсказочка по теме эфира попала сразу в кадр сегодня говорим с вами о базах о топах ингарден что с чем сочетается что с чем лучше использовать захватим также предыдущие наши средства из серий сон и и черов например поговорим о сочетании с цветниками поговорим сочетании вас и топов ингарден с другими марками и не будет нас больше вопросов и проблем с тем какой топ на какую базу ставить и наоборот доброе утро все тему эфира конечно я попробую прикрепить но давненько этого не делала здравствуйте сердечки здравствуйте ладошки доброе утро всем нашли таки до время выйти но здорово можно будет вести конспект можно будет посмотреть запись мы сохраняем как всегда это в течение суток на нашем аккаунте спасибо дорогие очень рада вас с утра приветствовать если будут вопросы задавайте я к ним либо возвращалась позже если вижу в комментариях их сразу то комментирую сразу давайте сразу до продуктивно о продуктах перед нами сегодня две большие задачи разобрать два две большие линейки два направления продуктов два типа продуктов в принципе это базы сейчас я их попробую красиво расположить чтобы всех было представление о чем мы говорим и так на сегодняшний день среди баз который выпускает компания ингарден а выпуском товаров для ногтей мы занимаемся уже на протяжении 11 лет представляете а через месяц нам будет уже целых 12 то есть вообще ни разу не однотневки 12 лет производим ведущие товары для ногтевой индустрии используем только высококлассное европейское сырье и американское сырье за столько лет у нас уже многосрочные контракты с поставщиками наработаны что позволяет нам удерживать демократичные цены и предлагать вам очень демократичный но при этом высококлассный продукт поэтому в плане качества и соответствия каким-либо стандартам сомнений быть не может сомнений просто нет те компании которые выходят сегодня на рынок обладают чаще чуть меньшим кругом товаров которые они производят то есть чаще всего это расходники в плане каких-то жидкостей адгезивных плюс это цветники базы и топы компания ингарда начинала свой путь с производства серьезных продуктов для моделирования это были акриловые пудры гелия мономеры то есть категория товаров и акрилатов акрилаты это я уже из химии конечно употребляю гораздо серьезнее нежели сегодняшние да более легкие полимеры те которые используются для гель лаковых покрытий конечно за 12 лет начиная с такого сложного продукта как акрил компания наработала колоссальный опыт и выпускает на сегодня ведущие базы те которые вообще не вызывают никаких либо сомнений нареканий они безупречно стоят и давайте чуть подробнее на них и остановимся но прежде всего отмечу какую любой компании у нас есть обязательное условие для использования для баз и последующих средств а также для устойчивости маникюра на всем протяжении носки его клиентам да у нас на сегодня нет такой цифры или вообще нет такого как сказать единого стандарта что если лак носится условно там три-четыре недели то это супер нету единой цифры каждый ваш клиент каждый пальчик это все будет индивидуальный случай поэтому есть пожелание материала до от двух до четырех недель далее это коррекция то есть вот при использовании таких адгезивных средств как бондер и праймер мы обеспечиваем максимальную сцепку база с ногтевой пластины натуральной максимально долго для того чтобы покрытие было устойчивым не имела сколов для того чтобы предотвратить все возможные отслойки проникновение в них в отслойке в эти полости каких-либо грибковых спор да потому что все равно ручки всегда воздействуют с влажной средой с влаз в контакте с водой и такие случаи имеют место быть в общем то за счет таких средств вы максимально подготавливать и ногтевую пластину к покрытию и далее мы с вами работаем уже с базами как вы видите в линейке у нас на текущий момент раз два три четыре я даже не считала пять шесть шесть баз это те которые являются ведущими плюс есть базы предыдущей серии соны и чир или кто из вас знаком с ними ставьте лайки поставьте какой-либо значок если вы работаете вот с таким типом вас которые я демонстрирую да это у нас солнечный супер изи офф да супер легкое снятие база и витаминный гель база гибрид есть среди вас такие кто знаком с этими базами и работает сегодня именно с ними доброе утро дорогие доброе утро кого сегодня не видела вижу присоединились к нам девочки ну раз нет сердечек возможно и нету тех кто работает действительно данные визы виды баз были выпущены еще несколько лет назад были они выпущены под серию лаков одноименную со нейчерли да вот такие вот цветники которые сегодня в нашем ассортименте также присутствуют но уже не в том огромном диапазоне привет и решечка доброе утро надеюсь у тебя все хорошо но уже не в том диапазоне которые были представлены то есть на момент выпуска данной серии лаков было выпущено почти 200 оттенков среди них были эффект лаки с эффектами с кошачий глаз с шиммером с блестками были лаки термо лаки были неоновые серии и пастельная неоновая серия то есть огромная огромная палитра но тем не менее сразу оговорюсь что данные лаки относятся к предыдущей вообще категории к предыдущей эпохи гель-лаков и конечно отличаются от того что сегодня присутствует на рынке в частности я сейчас отошла от темы базов и то баз и топов но при этом да нужно отметить что эти цветники обладают вообще другой текстурой структурой и требуют совершенно иных баз и топов для того чтобы быть носибельными стойкими не выцветать и сохранять свой шик блеск надолго именно поэтому важно да как любая компания мы заявляем что все средства внутри одной марки конечно сочетаются но не зря появляются отдельные серии лаков да и важно помнить что сочетаемость между ними также важно то есть данные цвета серии son и черри хорошо совместимы с базами категории со наичерами в этом случае у них не будет никаких несовершенств никаких там отслоек и прочего то есть они между собой прекрасно дружат кроме этого база son и черри то без да это база топ 2 в одном также подходит для этой серии вот в таком наборе в таком стиле они прекрасно между собой сочетаются никаких вопросов не вызывают если мы с вами например будем работать новым да работать в данном наборе база цвет но использовать будем уже ультра современный x100 о нем чуть позже то здесь возможно какие-либо вопросы потому что могут возникать различные реакции тоже когда буду говорить о топах вернусь к этому вопросу то есть важно не только да внутри одной марки но мы развиваемся мы вкладываемся в инновации мы вкладываемся в развитие мы отсматриваем ведущие мировые выставки и шанхайскую выставку и выставку не в милане а итальянская у нас есть проходит ближе к декабрю в общем-то все сырье и все возможные варианты пигментов гелий основ каучуковых смол все это обирается отсматривается и вводится вместе с новыми продуктами линейками именно поэтому через какое-то время спустя до вот эту эпоху сона и черли мы выпустили каучуковую серию вас почему каучу каучу безупречно справляется со всеми возможными проблемами ногтя в ходе носки то есть он прекрасно такое свойство как каучуковая основа она прекрасно амортизирует все механические воздействия все возможные удары и сколы когда ноготки у нас пербентикулярно до касаются могут ударяться кроме того каучук достаточно послушен то есть он движется вместе с ноготком если ноготок является подвижным он хорошо ведет себя на свободном крае до на длине ногтевой пластины на длинной ногтевой пластине он не скручивает при этом ноготки не является агрессивным до достаточно с щадящим составом такие продукты почему их несколько давайте разбираться первым был выпущен продукт база идеальные ногти они имеют вы полетели сердечки сколько поклонников идеальных ногтей среди нас девчоночки подскажите кто пользуется этой базы это база просто наш хит фаворит и не то чтобы пионера на просто тепловоз мне кажется наши линейки потому что столько заказов сколько нее ну по другим категориям но кроме лаков x гель тоже вот сложно отследить потому что продукт с абсолютно современный абсолютно закрывающий все потребности мастера маникюра он имеет прозрачную основу она база имеет прозрачную основу средне густую консистенцию ближе к средней капелька с кисти при сборе занимает порядка 5 7 секунд что говорит о средней консистенции вот она пошла и вот капелька упала даже было порядка 6 она безупречно для ремонта ногтей например если есть тенденция к слому в точках в роста не к слому а к трещина вы можете усилить до покрытия с помощью данной базы вы можете ремонтировать ноготки с помощью данной базы вы можете донаращивать уголки например на форме квадрат с помощью данной базы а также до наращивать свободную длину свободный край но небольшой, да, нужно оговориться, что это может быть до 1,3 от общей длины ногтевой пластины. Сейчас, секундочку, девочки, я одену кое-что. В общем-то, это универсальный мультифункциональный продукт, который заменит вам акригель, а может быть даже и акрил, если вы будете использовать его в смешении с акриловой пудрой. Соотношение, например, для ремонта или для донаращивания уголка 60% базы, 40% акриловой пудры, примерно в такой консистенции. Дальше уже вы под себя данную консистенцию можете довести, либо добавляя базу, делая ее более все-таки подвижной, либо добавляя акриловую пудру и делая материал более упругим. То есть, кто с чем, с какой категорией продукта привык работать. Это идеальные ногти. Дальше в этой же серии две камуфлирующие базы – розовая и бежевая. Розовая с более плотным пигментом, розового холодного оттенка, такой оттенок чайной розы. При этом ультра-ультра-ультра мультифункциональный. Вот такие у меня напрашиваются эпитеты к нему. Тоже хорошей средней консистенции, хорошей укрывистости. Нужно отметить, что вся линейка отличается безупречным самовыравниванием. Эти базы хорошо встают на ноготке самостоятельно, при покрытии ведут себя великолепно и не требуют долгого времени на закрытие каких-либо бороздочек. Здравствуйте, Татьяна. Попробую вам показать. Вот посмотрите, как я наношу. Не очень намеренно, не старательно, для того, чтобы бороздочки оставались. Но вы видели и увидели, как прекрасно материал самовыравнивается. Если вы работаете в технике выравнивания, архитектуры с переворотами, то данная база классно отрабатывает, собирается на апексе. Вы можете путем перемещения ноготка сформировать наивысшую точку там, где вам это удобно. Лак легко перемещается, не скатывается в боковые пазухи, то есть он не заливает боковые бороздочки, боковые пазухи точнее, боковые валики и ведет себя просто превосходно. Можно покрываться в один или в два слоя в зависимости от того эффекта, который вы хотите достичь. Из этой же серии базы «Идеальные ногти бежевые». Она имеет чуть более, точнее, чуть менее интенсивный оттенок, не такой насыщенный, но при этом она выглядит наиболее натурально в технике, если вы покрываете данную базу как самостоятельное покрытие. Кисточка с длинным ворсом, с прямым срезом, хорошо удерживает базу, то есть при работе материал не скатывается по кисти мгновенно на ногтевую пластину. Ворс очень эластичный, подвижный, держит каучуковую основу и не дает материалу растекаться. Можно покрывать более плотно, добиваясь более интенсивного оттенка бежевого-розового. Ну, это вот супер вариант под технику «Френч», например. Тоже знаете, что есть вот такая вот удивительная основа. И далее это серия «Файбербаз». Они у нас появились весной, мы их презентовали на весенней выставке «Невские берега». Про «Файбербазу» нужна ли подложка? Это зависит от состояния исходника. Вы, как мастер, прежде всего должны оценивать состояние ногтя. Компания изначально производит готовый продукт. Все остальное, да, применение подложки или не применение подложки. Может быть очень индивидуально. То есть вы должны смотреть, как часто клиент носит маникюр. Какое исходное состояние ногтевой пластины. Имеет ли она какие-то внешние дефекты. Или у клиента есть гормональный сбой, который дает какую-либо пигментацию на ногтевой пластине. Снимаете ли вы покрытие жидкостью или аппаратом. Исходя из этого, вы видите, например, если ноготок тонкий, перепилен, часто происходит снятие аппарата, максимально убирается основа, регулярно используете вазу. Если ноготочек уже имеет не очень эстетичный внешний вид, сам по себе, да, натуральный ноготок, то в этом случае, конечно, лучше воспользоваться и укреплением каким-либо дополнительным. Подложка может быть из более жесткой базы, например, серии SoNaturel с базы 2 в 1. А далее рекомендуется тогда использовать уже каучуковую базу с витаминами для того, чтобы поддержать липидный баланс. Для того, чтобы ноготочек укрепить дополнительно каркасом из нейлонового волокна, который содержится. Почему файбербазы? Файбер – это волокно, нейлоновые волокна короткие, которые формируют дополнительный щит, укрепляющий щит. Кроме этого, в вариантах файбербаз с пигментом есть пигмент, который тоже дает дополнительное, скажем, укрепление, связку между молекулами. Поэтому какой тип файбербазы использовать, думайте и определяйте только вы, только вместе с клиентом, глядя на исходник ноготка. Это прозрачная файбербаза, молочная файбербаза с очень плотным белым оттенком. Можно ею работать самостоятельно, светленькой, но она достаточно густая. При этом ею довольны многие-многие мастера. Носибельность данной базы, кто-то нам из клиентов решил похвастаться, присылал, что маникюра 8 недель. То есть ноготки действительно под ней отрастают. Тенденция к восстановлению матрикса и к ускорению роста натуральных ногтей действительно наблюдается. Можно самостоятельно беленькие ноготки делать, baby boomer эффект, pot french эффект. То есть все это реально с ними воплотить. И розовая база, такого прохладно-розового оттенка. Видите, какая она классная. Очень натуральный эффект дает. Очень устойчиво. Очень подвижная. При этом движется за... Молочную на типсе просят под файбербазу. Вот как я сказала, да, о подложке. Вы можете либо использовать... Не рекомендую ее использовать вместе с акриловой пудрой, потому что ее акриловая основа настолько мощная, что в реакции с акриловой пудрой она мгновенно может приобретать очень... Ну, практически выступать мономером для пудры и мгновенно застывать. Поэтому здесь и есть уже укрепляющая основа файберволокно. Использовать с ней акриловые пудры даже минимальной фракции, да, с мелким-мелким зерном не рекомендуется. Она сама по себе уже универсальный продукт с витаминами, с волокном, с каучуковой основой, плюс пигмент. То есть вообще мульти... Мульти-вау... Мульти-вау-эффект. Девочки, вот, вы просите нанести ее на типсу. Давайте продемонстрируем. Я сначала нанесу, а потом покажу, что у меня есть, по-моему, готовенькое. Вот таким образом, да, материал мы набираем. Надо было взять прозрачную. Мы и на прозрачную покажем, нам не жалко. У нас все это есть. Кстати, на сайте ingardenshop.ru вы все эти продукты можете найти. Данные базы есть в наличии. И как базы, так и топы производятся компанией InGarden в двух типах объемов. Это 11 мл, да, вот эти флакончики, которые мы с вами видим. И 30 мл баночки, которые очень удобно для салона использовать, для какого-то островка или для центра красоты, да, там, где есть проходимость. Посмотрите, как здорово она самовыравнивается. Ни одной бороздачки, при том, что я плотно работаю кистью, не осталось. И розовую тоже. Доброе утро, всем здравствуйте. Белочка, здравствуйте. Вот, можно ею работать, направлять к технике, там, выравнивания, да, обозначать апекс как-то. Она очень подвижна, с ней работать лучше шустренько, но при всем при этом она, при вашей ловкости рук, может показать изумительные результаты. Поэтому вот то, что касается белой, она достаточно плотная, можно в один слой справиться. Розовая выглядит таким образом. Как они пелемеризуются, пекут ли в лампе? Отличный вопрос. Спасибо, кстати, что вы его задали. То, что касается идеальных ногтей, да, серии «Идеальные ногти», базы с пигментом. Благодаря наличию пигмента в основе, данные базы оказывают минимальное, какие-то дискомфортные воздействия на ноготок. С этими базами клиенты редко жалуются на какие-либо ощущения жжения, потому что пигмент просто блокирует работу фотоинициаторов, да, замедляет точнее, и замедляет тем самым процесс полимеризации. То есть не так быстро он происходит и не вызывает жжения и, собственно, химических, термических ожогов. Я специально работаю на типсе плотника для того, чтобы показать вам цвет. Очень натурально выглядит. Я проходила с ней 5 недель. При этом то, что ногти у меня очень тонкие, перепилены, регулярно все пробую на себе, снимаю, конечно, по быстрым аппаратам, средствами тоже с собой. Короче, себя не жалею для работы. Вот, и при всем при этом данные виды баз на мне очень великолепно стоят. Но не только на мне, можно найти кучу отзывов и рекомендаций относительно вот этой вот особенно линейки файбербаз. То есть, если есть надлом, то можно использовать файбербазу и не использовать акриловую пудру для укрепления. Этого хватит. Как я сказала, что если в совокупности с самим материалом, да, может быть реакция такая, затвердевание материала. Лучше поступить следующим образом, если есть огромная тенденция, да, там, к слому или необходимость ремонта, использовать в качестве основы какую-либо жесткую базу тонким слоем в смешении с акриловой пудрой, нанести на место для ремонта и заполемеризовать. Следующим словом уже работать файбербазой в той технике, в которой вы обычно работаете. И на мне пишут пилочка, база тоже стоит. Великолепно. Раньше файбербаза к концу пузырька оставалось очень много волокон. Сейчас также. Вы знаете, я впервые слышу вот о данном нюансе. На самом деле таких отзывов не было. Может быть флакончик достаточно долгое время стоял перед тем, как вы начали им работать или долго до вас ехал. Тут могут быть разные моменты. Скорее всего, даже это не волокна, а это частички пигмента, потому что белый цвет, сам по себе белый пигмент, он достаточно специфический. Так же, как и белый цвет при полимеризации. Он чуть плотнее, его молекула чуть крупнее, ну и, соответственно, чуть тяжелее. Поэтому оседать нейлоновое волокно не могло, оно совершенно невесомое, скажем так, а вот скорее всего пигмент. Тогда рекомендация просто, когда вы знаете, что флакончик уже подходит к концу, немножечко его, да, там взбодрить. Вот так покатать в ладошках перед применением, да, не нужно взбалтывать для того, чтобы не нагнетать воздух, не добавлять возможности образованию воздушных полостей внутри. Покататься этого будет достаточно. Это то, что касается наших великолепных баз. Давайте познакомимся с топами, а дальше о том, кто с кем дружит, потому что информации действительно очень много. Как полимеризуются пекут ли в лампе, я прокомментировала. Кстати, говоря о файбербазе, например, молочной, вот данная база вообще на удивление обязательно попробуйте для суперчувствительных клиентов, потому что плотность пигмента белого цвета действительно хорошо тормозит экзотермическую реакцию, вот эту, да, разогрева и разгона молекул. И действительно исключает, вообще минимизирует, в общем-то, ощущение жжения и ожогов. То есть эта база не печет. Нужно оговориться, да, что для самых чувствительных клиентов не будет в природе такой базы, которая бы им не пекла. Ну, во-первых, не забывайте про кнопки понижения мощности на ваших лампах, потому что они сейчас есть практически у всех, но использует это практически никто. Вот так. Спасибо. Вот, есть действительно категория чувствительных клиентов, есть гормональный фон, который влияет на чувствительность, женский цикл, прием антибиотиков, возрастные клиенты, гиперкидрозные, да, ручки. То есть нужно четко понимать, да, это склонность клиента, или же есть материалы, которые способны с этим справиться. Не будет никогда универсального средства среди химических материалов. Это я вам как технолог просто говорю, что, ну, как бы не забываем, что мы не на отваре подорожника работаем. Конечно, содержатся композиции и натуральные компоненты, вспомогательные. Но основа, да, вот то чудо, спасибо, то чудо, которое происходит, да, вот эта вот суперустойчивость материала, это, конечно, ну, ни один подорожник на это не способен. Поэтому отдаем себе отчет и набираемся, да, вот знаний в эфирах, в интернете путем проб и ошибок. У кого-то даже так. Девочки, переходим к топам. Та-дам! Чем хочется поделиться на сегодня? Ну, вот так выглядит, так выглядит, так выглядит линейка топов, которые есть у компании InGarden. Подробнее я расскажу о трех, об остальных вскользь. Скажите, пожалуйста, каким топом из линейки InGarden пользуетесь вы? Можете поделиться, а я вам секрет потом расскажу. Так, покупала... Я пока ваши комментарии, пока вы мне пишете, кто каким топом пользуется, я почитаю и прокомментирую. Лайфхак, девочки, хотите, пока вы там набираетесь? Можно лампу даже перевернуть и держать ноготочек к диодам сверху. Выглядит это примерно вот так. Относится, да, это только к большому пальчику. Ну, кстати, чаще всего именно с ними бывает проблема не до сушки, не просушки. Вот таким образом, да, то есть пальчик помещаете в лампу, ручка у вас остается сверху у клиента. Если особенно у вас сам ван, например, какая-то, то идеально. Это будет легко сделать клиенту, и при этом у вас не стечет апекс. Это лайфхак для тех баз, которые убегают и прячутся в боковые валики. Так вот, таким образом, да, все время апекс будет на идеальные точки, которые вы зафиксировали. Важно договориться с клиентом о таком положении. Ну, вдруг, да, вдруг совсем никак, и база убегает, и не справится, или-то начинаете. Для больших пальчиков вот такой вот секретик. Давайте. Покупала милкбаз, я в восторге, девочки без нареканий носят 3-4 недели, на себе попробовать не успела. Берите большую упаковку в следующий раз, 30 мл, тогда вас пеете. Сейчас, пишет, приходи на ноготки, сейчас просто истерия среди мастеров по поводу кислотности баз. Насколько я знаю, ваша продукция с низкой кислотностью, это так? А вообще, скажите, пожалуйста, что такое кислотность и что мы об этом знаем? У нас кислотность, уровень, точнее, PH кожи в течение дня варьируется в диапазоне от 3 до 7. То есть в зависимости от тех средств, которыми мы пользуемся. Например, помыли мы просто водичкой руки, да, PH плюс-минус может измениться. Опять-таки, от типа кислотности, уровня PH, водички, которые в кране находятся. Помыли мы ручки с мылом, например, да, тоже этот уровень PH изменился. Вечером принимаем душ, то есть он на нас воздействует, например, какое-либо там моющее средство. Мы используем с пониженным уровнем PH, это тоже будет другой тип вообще воздействия. Поэтому гонка за кислотностью баз – это абсолютно такой маркетинг. Вы даже поймите, что в ходе реакции, полимеризации, затвердевания уровень PH у базы, он меняется, он не сохраняется. Это химическая реакция, которая влияет на вообще настроение молекулярной сетки, на вообще настроение молекул в самом материале. Поэтому сохраняться он не будет. Если в данном флаконе будет PH4, то после полимеризации он будет иным. Всё зависит от типа подготовки ногтевой пластины, да, там, перед этим мы же применяем адгезивные средства, и прамер, бондер, они тоже обладают каким-то уровнем характеристик. Поэтому гонка за уровнем кислотности баз – абсолютно маркетинг. Можно его знать в готовом исходном продукте, но это абсолютно ни на что не влияет. Кроме того, да, строение ногтевой пластины, повторяем, понимаем, что воздействие на неё даже при повышенном уровне кислотности никак не скажется, потому что это уже роговевшая часть, и, в общем-то, не стоит на этом акцентировать своё внимание. Уровень кислотности баз марки Ингарден варьируется от 3,5 до 5, но после полимеризации становится иным. Но это уже отдельный химический блок, вот, и он вам абсолютно не нужен. Просто отнеситесь к этому здраво, там, загуглите, потратьте часик, да, что такое PH, зачем он нужен, и как он может в базах воздействовать, в акриловой среде воздействовать на натуральную ногтевую пластину. То, что касается, кстати, наших адгезивных средств, это про Амер и Бондар, да, то, что мы подготавливаем ногтевую пластину, они бескислотные, они минимизируют все риски воздействия агрессивно на ногтевую пластину, они щадящие, экономичные, потому что вы наносите минимальное количество материала и получаете с ними максимальный результат, работаете практически сухой кистью, это тоже вот к ним, да, относится. Обязательно родной праймер? Да, да. В серии Сенгарден, вы, конечно, можете экспериментировать, но в этом случае компания не может нести ответственности за реакцию материалов. Конечно, лучший родной, потому что, ну, в принципе, вот поймите, да, праймер и Бондар и Энгарден, и вот эти вот средства, Энгарден первый начал производить в России, выпускает 12 лет назад. Это продукты, которые первые появились, они предназначены для работы как с акрилами и гелями, а это более мощные, да, структуры, то есть их воздействие достаточно усиленное, направленное, и спустя столько времени они до сих пор на рынке, формула их не менялась, они совместимы абсолютно с любой маркой, поэтому, в принципе, даже отвечу так, праймер и Бондар от Энгарден обязателен для всех типов гель-лаковых покрытий, для любых марок, они совместимы. Молочная база разочаровала, но, возможно, потому что был не родной праймер, куплю обязательно еще раз, потому что так она очень понравилась мне. Девочки, давайте, малюсенький экскурс, у нас еще топы, да, праймер и Бондар у нас называются именно так. В других марках данные средства могут называться обезжириватель и праймер. Еще раз, это может быть выступать в других марках как обезжириватель, а это как праймер. Таким образом, да, если вы используете обезжириватель другой марки, а далее используете праймер от Энгарден, без Бондара на натуральную ногтевую пластину, то максимальной сцепки не получится, потому что задача у этих средств разная. Праймер обессушивает, праймер убирает весь блеск с ногтевой пластины, убирает излишки жировых клеточек с поверхности ноготка, с поверхностного слоя Бондар уже работает на поверхности, оставляет за собой такой блестящий липкий след, и можно работать не на всей поверхности, а на места, где наиболее часто случаются отслойки, да, то есть работать им по поверхности ногтя от серединочки, скажем, да, вот от точек в роста к свободному краю, ктирающим движениям, то есть не на всю ногтевую пластину, проходя особенно точки в роста. Всё, очень экономично и максимальный результат. Обязательно попробуйте с теми базами лаками, с которыми у вас были проблемы с отслойками, я вас уверяю, что вы просто избавитесь от этой проблемы с этими средствами навсегда, обязательно оба. У меня все базы носятся ваши супер, замечательно, спасибо. Вот уже про топы, да, пошли комментарии, X-TOP, Космовильвет, ни одним топом не пользовалась, к сожалению, действительно, к сожалению, но почему говорят, что кислотные базы производят химические ожоги? Химический ожог может произвести любой материал на основе акриловой группы. Вы используете химические препараты, да? От чего бывают химические ожоги? От переизбытка материала на ногте, от некорректного использования базы для того или иного типа ногтевой пластины. При использовании мощной лампы и, например, некоторые мастера, я слышала, не разрешают доставать трубку, говорят, потерпите 2-3 секунды. Именно в этот момент клиент может получить химический ожог. Обязательно нужно убрать руку из лампы, ну да, вот в ровном положении, ровненько руку достали. 2-3 секунды достаточно для того, чтобы молекулы свой разгон притормозили и обратно поместить. Обычно одного до захода, ухода, точнее, из лампы бывает достаточно, иногда бывают две волны экзотермической реакции, поэтому дважды ручку достали, раз-два-три, поместили обратно в лампу. Горячо, опять ровненько, не нужно махать и устраивать дискотеку ручную. Достали ручку еще раз, раз-два-три и поместили обратно в лампу. Не запрещайте клиентам доставать руку из лампы. Это действительно происходит химическая реакция, термический ожог и даже спаслись с возможными последствиями анихолизисов. Праймеры у Ингарден бескислотные, они не пересушивают ногтевую пластину. Если ногти сухие, ломкие, достаточно использовать только праймер. Пользуюсь всеми топами и всеми базами, как в гелевой, так и в гель-лаковой коррекции. Они шикарные, замечательно. Итак, два слова, у нас остается буквально 7 минут. Про топы, да, как вы видите, перед вами я расположила все топы, которые есть в ассортименте. Что хочется отметить, давайте вот так вот. Топ-код – это категория топов для смоделированных и нарученных ногтей. Мы их используем только при использовании гелий и акрила. Также вы можете перекрывать этим топом, не знаю, палитру свою пластиковую. То есть тот глянец, те свойства, которые он дает, и также под акригель. На акригель. Те свойства, которыми он обладает, достаточно мощные. Категории жестких, да, скажем так, покрытий. Поэтому, да, не забываем, что это только для искусственных покрытий. Гель, акрил, акригель. Натуральные ноготочки, если перекроете или просто каучуковую базу и цвет гель-лака используете, он просто будет отскакивать от подвижной основы. Он очень твердо заполимеризуется и будет держать жесткую форму таким образом, что просто отслоится через какое-то время. Далее, это предыдущая версия матового топа от Ингартен. Также все реже встречается в ассортименте, однако выполняет свою функцию матового покрытия. Важно напомнить, что с матовым топом не нужно его жадничать, не наносить тонко, особенно этот топ, а нанести среднее количество материала, для того, чтобы не было проплешин и эффект матовости не затирался долго. Далее, это Биотоп, топ базы 2 в 1, ФЦ с серой этикеткой, то, что абсолютно совместимо с предыдущей серией лаков в Сон Нейчерли. Я уже сегодня говорила об этом, посмотрите эфир с самого начала, есть большой блог о том, какие базы и топы совместимы с предыдущей линейкой гель-лаков. И, кстати, этот топ как база великолепно работает на технике педикюра, он не дает объема, то есть он не дает давления и воздействия на ногтевую пластину, на ногтевое ложе, на пальчиках ног. Особенно сейчас у нас будет зимний сезон, сезон закрытой обуви, когда мы даже в офисе или на работе ходим постоянно в одной и той же обуви. Обувь обычно по красоте, конечно, подбираем, да, то есть не всегда корректно и правильно она подобрана. Поэтому давление в обуви происходит колоссальная ногтевую пластину для предотвращения скручивания ногтя, да, для того, чтобы избежать врастания ноготков. Лучше использовать облегченные категории баз и топов. Так вот, вот этот материал абсолютный must-have для педикюра. Блеск, кстати, как топ, он тоже дает совершенно потрясающий, очень долго имеет лоск, не затирается, не дает объема при использовании как топ. Далее, это топ «Идеальные ногти» из серии «Идеальные ногти». Он также выглядит таким образом, да, этикетка у нас сменена, но тем не менее у меня вот под рукой оказался предыдущий флакон со старой этикеткой. «Идеальные ногти» – это каучуковый топ, возможно с ним донаращивать, он хорошо будет держать какие-либо инкрустации, например, за счет каучуковой основы. Дает хороший глянец. Глянец важно хорошенечко вытирать остаточную липкость, он с липким слоем, по завершению процедуры. Лучше на каждый пальчик использовать отдельную салфетку и в технике натирания, да, до того, как уходит остаточная липкость. Далее, вот это, тадам, первое место разделили. «Космогельвет» – это самый, пожалуй, самый, во-первых, упоминаемый, но раз упоминаемый, значит и используемый матовый топ, самый упоминаемый в сети интернет среди ведущих блогеров, да. Вот, поэтому вы можете его использовать для того, чтобы разбавить ваш маникюр каким-либо эффектом. Очень красиво под ним будут выглядеть разные яркие цвета, очень эффектно, даже скромницы решатся на самые необычные сочетания. Я скажу вам, правда, это на пастельных оттенках, но тем не менее, как интересно смотрится, видите. Матовый эффект сохраняется максимально долго. Вот, ну, самые яркие цвета тоже немножечко приглушают и делают их благородными, даже какие-то бордовые, сиреневые, фиолетовые оттенки. С ним смотрится очень благородно. Кроме этого, он очень долго сохраняет матовый эффект практически до самого конца, и за ним очень легко ухаживать, достаточно вымыть ручки, использовать, например, любой обезжириватель, какую-то спиртовую жидкость, да. То есть клиенту в домашний уход, он очень-очень доступен. Имеет среднюю густую консистенцию, среднюю. И также не нужно его жадничать, да, и выкладывать тоненько. Все-таки вельветовая основа, матовый эффект, он требует какого-то объема. И, тадам, X-TOP, X-TOP, материал, который у нас вышел также на весенней выставке, мы его презентовали, имеет среднюю консистенцию, обладает вязкой структурой, не убегает в боковые пазухи, с ним можно довыравнивать. Этот топ без липкого слоя, обладает безупречным глянцем, эффектом такого влажного, свежего маникюра, не царапается, не затирается, не выглядит матовым спустя какое-то время, превосходно держит все виды дизайнов, тирки, инквестации, слайдеры, конечно, в двойном, да, перекрытии, это будет надежнее. Также, ну что еще сказать, а, ну за счет того, что без липкого слоя у него нет дисперсии, да, вот этого остаточного продукта распада, соответственно, он минимизирует все риски каких-либо реакций вообще на гель-лаковые материалы. То есть это гипоаллергенность, это безопасность, если есть у вас клиенты, которые чувствительны, да, и могут проявлять какие-либо реакции, но вы уже знаете, да, то есть вы с клиентом должны быть как минимум знакомы и знать его историю, ну или в принципе вы до сих пор используете топы с липким слоем, то, конечно, вот этот материал, он будет совмещать в себе характеристики каучукового топа, да, но при этом без липкости. Это абсолютный лидер продаж, он также выпускается в малом и большом объеме. Топ «Идеальные ногти» про снятие липкого слоя не получила глянец, снимала липкий слой спиртом. Почему? Требуется несколько иная техника снятия, его нужно как бы чуть-чуть натирать поверхность для того, чтобы вы достигли того идеального глянца каучукового, который может дать этот топ. Как я сказала, лучше использовать отдельную салфетку для каждого пальчика, для того, чтобы, сняв липкость там с первых трех, раз, два, три, не накладывайте ее на последующий, иначе вы уже не снимаете ее, а просто втираете в поверхность, и ноготок остается матовым. Уточняйте, пожалуйста, на нашем сайте о наличии товаров. «Экстоп» на текущий момент... Не знаю, кстати, девочки, надо проследить. Мне самое интересное, мне заканчивается. Вот, то, что касается использования, да, вот «Экстопа» я обещала проговорить с предыдущей линейкой «Сон Нейчерлз», он содержит фильтры, но при этом прежний пигмент, да, вот прежнего поколения может вступать с ним в определенную реакцию и давать, ну, не тот эффект, да, быть не таким насыщенным. Поэтому в данном наборе, в данном тандеме их использовать не рекомендуется. Мы используем серию «Сон Нейчерлз» с топами и базами серии «Сон Нейчерлз». Вот таким образом они дружат. Вот таким образом могут служить, конечно, выступать. «Космо-вельвет» может перекрывать эти цветники. А «Экстоп», конечно, он будет хорошо в серии «Эксгель», да, даже по названию понятно, «Эксгель», «Экстоп», что они однородные. Параметры гелевой основы у них похожи, да, и они, в принципе, друг за другом выпечены для того, чтобы дополнять друг друга. Вот, благодарю за наш эфир, он подходит к концу. Я вам в качестве бонуса, тадам, вот такую вот предложу подборочку. Мы их разместим, мы, точнее, ее разместим в сториз. Вы сможете посмотреть. И здесь как раз есть описание топов и совместимость с базами, да. То есть под «Экстоп» у нас подходят идеальные ногти-база, биотоп и камуфлюрирующие каучуковые базы. Спасибо за эфир, спасибо. Спасибо вам, прежде всего, за эти утренние часы. Я вас обожаю, спасибо, что присоединяетесь, спасибо, что задаете вопросы и делаете нас лучше. Мы с вами растем, мы растем для вас. Спасибо вам, каждой, каждой, каждой девочке. Все, всех обнимаю, всем блестящих успехов вместе с Ингарден. Ура, за работу, пчелочки! Хорошего дня и недели!